здравствуйте девочки с вами снова наташа из беларуси я безумно рада видеть вас на своем канале девчонки сегодня самая любимая вами тема на моем канале это белорусская косметика буду вам рассказывать о новинках белорусской косметики в моей косметичке и кое-что это новинки на белорусском рынке вы очень часто у меня спрашиваете по поводу наташа посоветую хороший крем для кожи вокруг глаз для кожи век я не отвечала вам девочки не от того что там из вредности или по каким-то либо другим причинам не отвечала просто потому что я не могла пока до сегодняшнего видео найти достойную альтернативу значительно более дорогим кремом и найти хороший крем для кожи век потому что для кожи век все-таки нужно нужен уход более кому-то специализированный и уход должен быть более натуральный качественный именно должны быть качественные составы так вот я нашла средства которое от себя стопроцентно могу вам порекомендовать девчонки это вот такая вот штучка и это у нас серия мезо комплекс без инъекционная процедура уход за кожей лица 30 плюс мезо комплекс крем гель для век глубокое увлажнение так почему я выбрала именно этот крем и почему я вам его могу порекомендовать давайте наверное начну все по порядку стоимость его 6 рублей это примерно 3 доллара это мне кажется очень бюджетно здесь целых 30 миллилитров 30 миллилитров крема для век это мне хватит наверно на год может быть еще и больше ну примерно на год потому что крема годный после вскрытия в основной массе 12 месяцев очень лаконичная приятная упаковка упаковка с помпой все те кто боятся за размножение микробов своих кремах хотя сейчас девчонки это такой разводняк насчет вот этих тональных кремов них разводится бактерии девочки в этих тональных кремов кремах столько консервантов столько всякого в котором бактерии тупо не живут и размножаться не там начинают спустя наверное пятилетие это все лично мое мнение конечно это все разводняк в общем с помпой приятная очень лаконичная баночка меня допустим не смущает вот это вот размножение бактерий в косметике да мне просто нравится осязать видеть и чувствовать да приятную красивую упаковку крема сам крем почему же выбрала я именно этот крем естественно не только из-за баночки я очень много проштудировала белорусской косметики именно по уходу для глазок искала себе базовый девчонки это базовый увлажняющий и легкий крем подходящий и на утреннее использование он достаточно легкий крем имеет такую приятную гелевую консистенцию достаточно плотную но при видите у меня капелька и она вот свободно держится на моем пальце на никуда не плывет но при под соприкосновении этого крема с кожей вы чувствуете что это не совсем уж такой легенький легенький просто гель он превращается в водичку и хорошо впитывается даже вам сейчас будет видно посмотрите какая ручка стала увлажненная да и напитанная по сравнению с этой рукой которой нету хороший базовый увлажняющий крем естественно я обратила внимание на этот крем с той целью потому что я мне понравился состав у этого крема вы все знаете что белорусская косметика частенько грешит не очень хорошими составами очень часто на первых местах всякая гадость так вот вот в при этом креме действительно неплохой состав на первом месте у нас вода на втором месте у нас экстракт дрожжей на третьем месте у нас составляющей это стабилизатор и здесь у нас этот стабилизатор натуральный то есть это целлюлозный стабилизатор все мы прекрасно знаем что такое целлюлоза дашто он делает там из деревьев и запилок и бумага из целлюлозы так вот здесь вот этот вот структура образователь то что заставляет вот крем быть похожим на крем, именно натуральный, он не опасный, это не всякие там парабены, силиконы и все в этом роде, а здесь именно целлюлозная составляющая, то, что не будет забивать поры, то, что не будет утяжелять веки, то, что не будет приносить нашим векам всякую гадость. Дальше у нас достаточно активный компонент, здесь достаточно на высоких местах, всякие экстракты, здесь у нас и гиалуроновая кислота, и разные новые нанотехнологии, в общем, действительно неплохой базовый увлажняющий крем, девочки, с какими-то суперморщинами или с какими-то сильными синячками под глазами, этот крем не справится, это хороший базовый увлажняющий крем для каждого. Насчет 30+, мне еще нету 30, но я не боюсь пользоваться этим кремом, на первых местах то, что будет действительно действовать, здесь не возрастные какие-то компоненты, а достаточно неплохие, которые будут подходить вам уже, мне кажется, после 25, если давно искали для себя неплохой увлажняющий крем для глазок, который будет подходить, вот, кстати, я его нанесла, моя кожа такая мягкая, и она, знаете, такая скользящая, будет хорошо наноситься на этот крем и макияж, я уже пользуюсь этим кремом, наверное, в пределах месяца, и мне все абсолютно устраивает, если давно искали хороший базовый увлажняющий крем себе под глаза, можете обратить внимание. Далее, девчонки, у нас Берита выпустила новую серию, и это вот такая вот серия Азия Секрет, Секреты Азии с 3D-ретинолом, масло Цубаки, Центелла Азиатская и АХА-кислоты. Первым делом я хочу рассказать, сейчас буду вам рассказывать о двух вот этих вот средствах, если мне очень понравилась эта именно серия, серия очень широкая, там вышло и средства для лица, и средства для волос, там, наверное, может быть, 12 или 15 целых средств, я точно не помню, но их там прям целая полка стоит, есть также блогер, ее тоже зовут Наташа, и у нее есть обзор на другие средства, которые я вам сейчас показывать не буду, если вы хотите посмотреть обзор еще на другие средства именно из этой серии, ссылку на ее канал я оставлю вам внизу, а я вам сейчас расскажу про вот эти вот штучки. Наверное, вы все обратили внимание сначала вот на эту штуку, и это у нас очищающая крем-пенка для лица, 3D-ретинол, масло Цубаки и Гранат. Во-первых, упаковка, ну, белорусы вообще молодцы, пятерка, мне очень понравилась упаковка, здесь у нас и ограничитель для того, чтобы перевозить, здесь у нас сразу вот такая вот насадка, может быть, помните, такие у Лореаль были, здесь такая силиконовая насадочка, она снимается, кстати, посмотрите, и она такая мягенькая, она такая приятная, она так действительно круто выполнена, эта пенка стоила, слушайте, ребят, 5 или 6 рублей, это опять же 3,5 доллара, все зависит от того, где вы будете ее покупать, она очень круто выдавливается, да, смотрите, я вам сейчас все покажу, здесь дозатор, да, я просто не хочу много, потому что она может прям в камеру мне, оп, смотрите, видите, вот она, она вот так вот выдавливается, и вот этими вот усиками вы массируете свою кожу, и снимаете всякие загрязнения со своей кожи. Чем же мне так понравилась эта серия? Я пришла как-то вечером, и мне было лень смывать макияж, думаю, попробую-ка я, и гидрофильные масла, я очень устала, мне надо было быстренько снять макияж и лечь отдыхать. Вот эта вот вещица растворила стойкий макияж, у меня было стойкое тональное средство, у меня была стойкая подводка от Кэт Ванди, и вот эта вот вещица растворила абсолютно все, я потом решила, не поленилась протереть лицо очищающим японским тоником, и вот на ватном диске не было вообще ничего, поэтому вот эта вот просто бренебойная вещь, которая очистит вашу кожу, если вы любите очищать свою кожу просто до скрипа, если у вас жирная, проблемная кожа, можете обратить внимание, бюджетная классная пенка, которая действительно будет очищать вашу кожу, супер, чтобы она мне там что-то супер пересушила, нет, не сушит она сильно, но, девочки, с сухой кожей я все-таки была бы с этим средством поаккуратнее, вот, девчонки, жирная, проблемная кожа, вам определенно понравится эта пенка, эта пенка, кстати, у них выпустилась и с обыкновенным дозатором, если вам не нужна вот эта вот силиконовая подушечка, но мне очень, кстати, понравилась эта силиконовая подушечка, и плюс вышла целая большая банка, чтобы дозаправлять свои вот эти вот пенки, купили банку и пользуйтесь годами. Второе средство у меня это пилинг эксофлеан безабразивный для лица, проще говоря, это пилинг скатка, то же самое, если вам нравилась из вот этой вот серии скатка Мезокомплекс, вот эта вот вещица тоже самая, единственное, что они немного разные, производители нам, кстати, тут разные по консистенции, пилинг скатка от Мезокомплекс, она такая более жидкая, и у нее такие в составе белые такие полупрозрачные частички, то здесь она чуть более жидкая, да, и частички в ней, их, в принципе, вообще незаметно, она просто такая вот мутненькая, она более жидкая, она такая мутная, у нее очень приятный, знаете, такой, я бы сказала, знаете, аромат, когда вот кислотный, то есть в том плане не кислый, не кислого прокисшего супа, да, а кислотный в том плане, когда вы вот разрезаете лимончик, и вы чувствуете кислость, запах кислого, вот здесь вот такой же запах, очень приятная кожа после нее, она достаточно жидкая, сразу, буквально, как вы начинаете, она наносится на все лицо, и потом выскатывающими движениями ее начинаете так вот массировать, а потом все смываете, личико после нее такое мягенькое, такое аккуратненькое, такое приятное, не пересушенное, но супер очищенное, запах приятный, она вот это, за счет вот этой, наверное, жидкой консистенции забирается во все складочки, хорошо очищает лицо, также особо мне ничего не пересушило, но каждый день я такой вещицы все-таки пользоваться не рекомендую, вот эта вот косметика, именно вот эта с ретинолом, она достаточно такая активная, это не просто такая легенькая косметика для каждого дня, нет, она достаточно активная, но она будет действительно действенная, если вы страдаете проблемной кожей, вы хотите очищать свою кожу периодически, вот этой вещью я рекомендую пользоваться примерно пару раз в неделю, также очень недорогая, действительно классная штука, если любите скатки именно, обратите внимание. Дальше, девчонки, я как-то уже рассказывала вам о курсе глубокого очищения для волос, шампуни пилинги, и я уже рассказывала вам, для чего нужны шампуни кислотные, именно шампуни глубокой очистки для волос, сейчас, особенно те девочки, я вот приобрела себе, это моя уже вторая банка, здесь целых, сколько здесь, целых 500 миллилитров, и я заодно взяла себе бальзам молочко, почему я покупаю именно вот этот? Во-первых, у него очень приятный запах, знаете, это запах совершенно не дешевого шампуня, он очень бюджетно стоит, для чего же, я сейчас опять в очередной раз повторюсь, для чего же нам нужны именно шампуни пилинги. Девчонки, шампунь пилинг, особенно сейчас любительницы вот этих вот шампунев бессульфатных, знаете, когда вы наверняка часто видели у подруг, у знакомых волосы, когда они такие тусклые, знаете, именно вот даже у человека видно, что волосы помыты, они чистые, но они тусклые, вот этими вот бессульфатными шампунями, либо вы пользуетесь натуральными маслами, я вообще, кстати, не рекомендую особо пользоваться натуральными маслами на постоянной, по крайней мере, основе, волосы, они чешуйчатые, да, в чешуйке забиваются постоянно вот эти вот масла, бессульфатными шампунями вы плохо промываете свои волосы, все, что вот эта городская пыль, смог и вся гадость налипает на все вот эти вот масла, все вот эти вот пшикалки, которыми мы пользуемся, да, их надо смыть так вот когда мы без сульфатными шампунями либо плохо очищающими шампунями плохо промываем волосы вот этот вот жир забившийся в складочки он остается и волосы налипая на них пыль потому что пыли вокруг нас просто очень много до волосы забивается вот эти вот складочки и они просто становятся тусклыми так вот вот таким вот средством пару раз в месяц шампунем пилингом нужно пользоваться чтобы очистить хорошо ваши волосы и чтобы все ваши вот эти пшикалки питательные вещества доходили до корня волос до внутренности а не только на поверхности чтобы ваши волосы блестели были хорошо очищены вот этот вот шампунь действительно действенный да он подсушивает волосы постоянно и пользоваться нельзя но периодически очень даже нужно я вижу огромное количество девчонок с такими тусклыми безжизненными волосами взяла себе в этот раз еще а в тот раз я не брала бальзам молочко для жирных и склонных ширности волос именно вот когда я пользуюсь вот этим вот шампунем я воспользуюсь вот этим вот бальзамом достаточно неплохой он очень легкий он не супер увлажняющий это очень очень такая легкая вещь которая просто поможет вам слегка прочесать ваши волосы кстати я заметила что у меня в этот раз вся косметика от белиты вот такой вот у меня здесь красивый пакетик из шампуня я на сдачу себе хапнула вот такой вот шампунь мне кажется очень удобно да куда-то перелить или вообще даже можно и стоять вот такой вот вещицы я его еще не пробовала это шампунь питательный на натуральных маслах для сухих и поврежденных волос макадамия и карите попробую обязательно вам расскажу если он мне понравится и еще мне здесь парочка новинок и это тоже вот это вот новая серия и это у нас гель для душа кокосовая вода девчонки эта вещь совершенно не пахнет знаете часто дешевые кокосовые гели для душа пахнут химозным кокосом и не понять вообще кокос это или черти что то здесь вот это реально запах знаете есть такие печенки кокосанки называются из кокоса сделаны так вот вот это вот гель для душа пахнет именно вот этими вот кокосанками отлично пенится у меня уже вот так вот израсходовано хороший гель для душа работающий очень недорогой с приятным кокосовым запахом если вы любите кокосовый аромат это вам определенно понравится а второй аромат это у медовая дыня, тоже гель для душа, это уже не совсем новая версия, если вы любите очень свежие фруктовые насыщенные ароматы, здесь, кстати, тоже запах не химозный, а запах дыни в разрезе, не дыни, когда, знаете, есть такой запах противный, когда вы дыню в машину уложите, у нее от корочки такой неприятный запах, здесь не так, здесь именно вот эта вот дыня, когда вы разрезаете свежую спелую дыню, вот здесь именно такой приятный свежий дынный аромат, также классный гель, густая консистенция, хорошо он пенится, хороший гель, большие объемы, здесь 345 мл, а вот в этом вот целых 520 мл, очень бюджетные и классные гели для душа, вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать, если хотите, опять же, напоминаю вам посмотреть про следующее средство из вот этой вот линии Азии, секреты Азии, то проходите на канал Наташи, если вам понравился мой обзор, обязательно поставьте класс, не забудьте подписаться на мой канал девчонки белорусские, жду от вас подписки, всем спасибо, пока-пока!